МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Бойко. Рад приветствовать всех тех, кто собрал этот час у экранов телевизоров. И сегодня в выпуске. Губернаторская елка прошла в концертном зале Витебск. В социально-педагогическом центре Оршанского района прошла традиционная новогодняя сказка. 22 декабря министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков посетил Андреевский детский дом. Оршанский лесхоз организовал на базе домика охотника в Копосе резиденцию Деда Мороза. Что предпочитает будущая хозяйка года и чем можно украсить новогодний стол? В Орше состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Губернаторская елка прошла в концертном зале Витебск. Как и предыдущие годы, на праздник приехали дети со всего региона. С наступающим Новым годом ребят поздравил председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев. Какие шаги по поддержке детей и молодежи со стороны органов местной власти будут приприняты в будущем году, узнавал Дмитрий Станский. Николай Шерстнев отметил, что юные таланты необходимо постоянно развивать. В области уже запущен первый пилотный проект поддержки молодых ученых и спортсменов Толиновита. Органы исполнительной власти региона и дальше планируют продолжать активную работу в этом направлении. Вот эта первая визитная ласточка, она действительно первая не только в области, а в целом стране, где уже совместно администрация, то есть власть вместе с бизнесом определили, как мы будем определять лучшую талантливую молодежь в разных сферах деятельности и ее вести по жизни с учетом материально-технического, поддержки материально-технической. То есть мы этот вопрос отработали. Дальше остается за малым. Просто подшлифовывать и расширать сферу деятельности. В этом году Центр культуры Витебск порадовал юных зрителей интерактивным мюзиклом «В стране чудес». В холле гостей развлекали многочисленные сказочные мультипликационные герои. Здесь же в новогодней елке выступали детские творческие коллективы с зажигательными песнями и танцами. Перед началом представления с поздравительной речью выступил губернатор. Мы, взрослые, стараемся делать все для вас, чтобы вы свои способности могли проявить и развиваться. Мы хотим, чтобы у вас был лучший детский садик, чтобы школа, в которой вы учитесь, была самой лучшей. Чтобы классы были оборудованы самой лучшей компьютерной термикой. Вот это и есть ваша малая родина. Юные артисты театра моды, как и все остальные участники предновогоднего торжества, с нетерпением ожидают наступления Нового года. Их пожелания просты и понятны каждому. Они искренне хотят, чтобы в мире было больше счастливых людей, царили любовь и понимание. Мы выступали, мы показывали свои костюмы и себя. Поздравляли всех с Новым годом. Я жду как можно побольше счастья, любви. И желаю всем этого, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы был мир во всем мире. Я бы хотела, чтобы в этом году было очень много радости и счастья. Дети и взрослые в буквальном смысле были заряжены ожиданием близкого праздника. А когда погас свет, большой зал наполнился атмосферой новогодних чудес, в которой увлекла зрителей главная героиня мюзикла Алиса. Новогодняя елка в концертном зале «Витебск» – старая добрая традиция в преддверии замечательного праздника. Это прекрасная возможность для знакомства и общения детей со всей Витебской области. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Новый год – объединяющий праздник. В Витебске прошел утренник для детей-беженцев. Областная праздничная елка в Доме культуры Академии ветеринарной медицины собрала детей из Украины и Сирии. С уступающими праздниками их поздравила и Инна Ширкевич. Как и многие украинцы, семья Москаленко переехала в Витебск три года назад. Из-за начавшихся массовых обстрелов они покидали Донецкую Народную Республику, как говорится, с пустыми руками. Сегодня же родители живут в общежитии, а их четверо детей – в социальной квартире. Независимо от места жительства, они продолжают отмечать Новый год в кругу семьи. Все одинаково, вообще ничем не отличается. Елки, подарки, Новый год – семейный праздник, кругу семьи всегда встречаем. Ждем прежде всего мира, чтобы был мир. Будут здесь они жить, или мы переедем, или, допустим, у меня там тоже еще сын с ребенком, с невесткой. Может, я туда уеду, но хотелось бы, чтобы был мир прежде всего, стабильность, мир. Проводить новогоднюю елку белорусским обществом Красного Креста для беженцев – это уже добрая традиция. В этот раз елка прошла в Доме культуры Ведакадемии. Здесь студенты показали праздничное представление под названием «Приключения Маши и Медведя в новогоднюю ночь». Музыкальный утренник дети приняли звонким смехом и бурными аплодисментами. Мы его проводим для того, чтобы не только дети наши, местные, окунулись в эту сказку и участвовали в новогодних мероприятиях. Ну и дети беженцев тоже не остались без внимания Деда Мороза. Увы, переселенцы встречают Новый год вдалеке от своего дома, но тем не менее праздник пришел и к ним. После небольшого спектакля нарядные ребята вместе со своими родителями водили хоровод вокруг наряженной елки. Помимо поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки, им, конечно же, вручили подарки. Многие переселенцы уже не считают себя беженцами. Витебщина стала для них вторым домом. Они верят, что Новый год принесет только перемены к лучшему. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Главная праздничная ночь в году для многих витеблян по традиции пройдет в кругу семьи и друзей. Это время дарить и получать подарки, от души веселиться и водить хороводы вокруг елки. Но для некоторых Дед Мороз приготовил сюрприз в виде рабочей смены. Все прелести романтики новогоднего дежурства выяснял Дмитрий Станский. Сотрудники скорой помощи в празднике не могут позволить себе расслабиться. Иногда диспетчеры принимают не один десяток вызовов в течение часа. Никто не берется прогнозировать, насколько спокойной будет очередная 12-часовая смена. Особенно в новогоднюю ночь. Вызовов будет очень много. Ну, я думаю, мы справимся. И надеемся на спокойствие, что народ будет веселиться. И у нас будет поменьше вызовов. Мы счастливы, да. Мы работаем с радостью большой и приходим на работу, потому что мы медики. Мы на своем посту. Бригада неотложек постоянно находится в полной готовности в любую секунду отправиться на помощь. Хватает у медиков работы в новогоднюю ночь. Приходится бороться и с последствиями кулинарных излишеств, и спасать любителей фейерверков после неудачного пуска. Иногда врачу и бурно отпраздновавшему пациенту бывает сложно найти общий язык. Для нас, вы знаете, это обычные трудовые будни. Дежурство – это обычное. Единственное по характеру вызовов немножко другое. Возникают чаще проблемы с травмами, с употреблением алкоголем, со слоупотреблением. Народ наш спешит проводить старый год, встретить новый год. Как правило, это в веселых компаниях, поэтому работать с такими пациентами бывает сложнее, и обслуживать эти вызовы бывает сложнее. Не меньше хлопот новогоднее дежурство приносит и сотрудникам милиции. Довольно часто веселье переходит допустимые границы, и приходится по возможности предупреждать его последствия. Общественный порядок и безопасность граждан превыше всего, поэтому сотрудники патрульно-постовой службы всегда на чеку. Переходим на усиленный вариант несения службы. Максимальное количество личного состава задействуется. Самый большой выход у нас получается в новогоднюю ночь, чтобы обеспечить безопасность граждан. Места массового отдыха граждан берутся под контроль нарядов патрульно-постовой службы. Это пешие патрули, автомобили. Не у всех новогоднее дежурство проходит в усиленном режиме. Но любая работа требует концентрации внимания, независимо от специфики, времени суток и конкретного дня. Несмотря на праздничную атмосферу, качество обслуживания пассажиров городского транспорта, так же, как и в обычные дни, должно оставаться на самом высоком уровне. Работаем, как в принципе магазины работают, и мы работаем в ночные режимы тоже. Транспорт до утра ходит на праздники такие, вот как новогодние ночи эти. Тоже все радостно встречаем. Ну и пожелания, и здоровья желают, и счастья, и в нашем нелегком труде, допустим, тоже успехов и в работе, во всем. Не всегда желания совпадают с возможностями, и иногда свои коррективы вносят специфика профессии. К новогоднему дежурству люди относятся по-разному, но всех объединяет умение видеть в нем позитив. Не каждому удается встретить Новый год за праздничным столом в кругу семьи. Но работа в новогоднюю ночь – это целое маленькое приключение. Целая жизнь, которая иногда проживается, как одно мгновение. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Символ наступающего года – желтая земляная собака. Этот четырехлапый друг человека в первую очередь хищник. По вкусу ему придется разнообразие мясных блюд. Главными могут стать запеченные ребрышки, стейки и отбивны. Что еще предпочитает будущая хозяйка года и чем можно украсить новогодний стол, узнавала Инна Ширкевич. Мечта любой собаки – это косточка и мясо. Поэтому на роль главного праздничного блюда хорошо подойдет свиной стейк с овощами гриль. Перед приготовлением обязательно нужно замариновать саму свинину. Для этого необходимы черный перец и перец щили, тимьян, оливковое масло, соль и чуть-чуть горчицы. После мясо обжариваем на разогретой рифленой сковороде. Минутку, наверное, с одной-полторы стороны, потом немножко мы его перевернем, чтобы получилась сеточка красивая. Еще со второй и отправим в пароконвектор. Тем временем мы обжарим еще немножко наши овощи гриль. Сюда у нас идет перец болгарский сладкий, помидоры черри, лук репчатый в данном случае и цукини. Сковорода тоже должна быть хорошо раскалена. Выкладываем наш лучок. Так, пароконвектор у нас разогрет. И отправляем туда наши стейки примерно на 10-12 минут. Так как это свинина, в отличие от говядины, она имеет только одну степень прожарки. Как только стейк отстоял в пароконвектомате 9 минут, к нему на 3-4 минуты добавляем и овощи. Они подаются вместе с готовым мясом. Сверху стейк украшается перцем чили и обжаренной веточкой розмарины. Прекрасно дополнит такое блюдо салат с вяленой говядиной и медовым соусом. Сначала берем несколько листиков салата, промываем их и хорошенько просушиваем. Поскольку при порезке ножом зелень может приобрести горьковатый вкус, рвем ее на небольшие кусочки. То же самое делаем и со шпинатом. Высыпаем его в тарочку. Чуть-чуть его вскалашмачиваем, чтобы он принял хороший вид. Добавляем туда медовый соус. Так, перемешиваем сверху вниз, чтобы не помять листочки. Добавляем часть нарезанных помидорок. И опять же перемешиваем. И аккуратненько вылаживаем. Придаем форму. На салат выкладываем скрученные кусочки говядины. Далее обжариваем спаржу, политую соевым соусом. Ее кладем на тарелку, а на нее нарезанные дольки помидора. Все посыпаем орехами и поливаем оливковым маслом. Наступающий год – год желтой земляной собаки. Поэтому ей придется по душе, если на новогоднем столе будут любые овощи и фрукты с желтым оттенком. Картофель, болгарский перец, бананы, груши, апельсины и мандарины. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». И взрослые, и дети любят находить под елкой красиво упакованные сюрпризы. А что может быть прекраснее, чем подарок, сделанный вручную? Он неповторим, уникален и несет с собой частичку души мастера. В периоре праздника художник-дизайнер Ольга Ефремова рассказала о том, как с помощью уникальных изделий ручной работы создать волшебную атмосферу. Создание украшений и предметов декора для Ольги началось с любимого хобби. Однажды будущий дизайнер увидела в интернете интересные вещи, созданные вручную, и захотела попробовать смастерить нечто похожее самостоятельно. Фокус интересов мастера постепенно сместился в сторону креативных светильников. Говорят, что освещение может поменять полностью ощущение интерьера, полностью создать атмосферу свою. Поэтому я делаю такие домики, светильники, которые могут придать волшебную новогоднюю праздничную атмосферу какому-то помещению. Невозможно предугадать заранее, что ляжет в основу того или иного предмета интерьера. Образы, прототипы, смелые, неординарные идеи подсказывают художнику сама жизнь. Тренды меняются часто. Важно успевать следить за модой и держать в поле зрения вкусовые предпочтения потенциального покупателя. Правила работающего художника – вдохновения нет. Садись и работай. То есть оно везде. Это можно посмотреть на улицы, на природу. Можно посмотреть на какие-то картинки красивые. Фотохудожники сейчас очень много работ, которые вдохновляют. Опять же, выставки, фото-выставки, фотографии. Ну, вообще в голове этих идей много. Главное – их успеть схватить. Схватить и воплотить. Сложно сказать, получится ли шедевр у любого, кто захочет самостоятельно создать подобные подарки. Без подготовки и удержания перед глазами целостного конечного образа будущего изделия. Во всяком случае, с первого раза. Но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. При желании и при определенной доле усердия, усидчивости, каждый может научиться. Это не очень сложно. И если есть желание что-то творить, создавать, то, в общем-то, берется, пробуется, плетется. Здесь не получилось, здесь переделалось, здесь получается лучше, лучше, лучше. Ну, то есть с каждым разом можно достичь совершенства. Помимо эстетических качеств украшений из миди, широко распространены и познания о лечебных свойствах материала. К примеру, при наружном применении можно облегчить боль и уменьшить воспалительный процесс. Высока также популярность медных талисманов, ведь это металл Венеры – символ мира, покоя и гармонии. Медь, из которой я делаю украшения, вообще считается материалом энергетики. То есть он взаимодействует с энергетикой человека. То есть медные украшения – это всегда, ну, даже считались лечебными. Вот эта энергетика металла медного, она очень хороша для тех, кто работает, скажем так, со своим внутренним миром. Ремесло художника-дизайнера требует не только креативного мышления, но и повышенного внимания к деталям. Чтобы удовлетворить притязание самого взыскательного ценителя ручного труда, иногда приходится провести закропотливой работой не один день. Процесс создания этой прекрасной бабочки занял у мастера около недели. Но те радостные эмоции и творческий порыв, что заложены в ней, как и в любом другом изделии автора, с лихвой покрывают все понесенные затраты. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Если вы не успели подготовить подарки всем родным, близким и знакомым, это не повод расстраиваться. Еще есть пару дней, несколько часов и можете выкроить для создания сюрприза своими руками. Какие самодельные сувениры можно положить под новогоднюю елку и что потребуется для их создания, знает Инна Ширкевич. Анастасия Лазебная начала увлекаться рисованием еще в юности. Последние четыре года в канун Нового года своей семье, друзьям и коллегам она дарит работы в стиле батик. Разрисованная акварелью ткань превращается в красивейшие картины, среди которых в основном пейзажи и натюрморты. Некоторые получают в подарок от талантливой мастерицы самодельное парео, шали и небольшие подушки. Вот это у нас как раз парео, это для отдыха на море. Вот это у нас шаль, которую я подарила дочери. Кстати, она мне подарила брошь, которую сама сваляла. Ну, я еще и расписываю платочки. Мне очень нравятся такие вот подарки делать, особенно к Новому году. Видите, такой замечательный снегирек. Это новогодний. Ну, а это для малышей можно, такой чудесный ежик. Новогодний венок всегда считался замечательным украшением дома. Раиса Кухто делает их из различных природных материалов. Основу она плетет из против деревьев, лозы винограда или же растений. Дополняет заготовку шишками, орешками, прутиками, веточками, рябиной или боярышника. Вначале мы ходим по улицам и наблюдаем, из чего можно. И заготавливаем природный материал, потом скручиваем веночки и закрепляем их. Очень важно сзади сделать такую петелечку, чтобы не ломать потом весь венок. У нас в арсенале есть шишки, уже покрашенные. И, на мой взгляд, они здесь сюда подойдут. Вот. Вначале мы выкладываем шишки. Ну, я горизонтально. Выкладываем, как нам кажется, правильно, по размеру. Еще один такой секрет. Нужно немножко симметрию нарушать. Потому что, если строгая симметрия, это немножко напоминает черчение или работу под линейку. Такие веночки можно делать, как говорится, на свой вкус и цвет. Нередко к основе добавляются керамические изделия. Также украсит его миниатюрные подделки и столомки. Главный же необходимый атрибут – красочный бант. Прекрасным подарком к Новому году станет не только самодельный венок, но и елочное украшение. Каждый может сделать собственными руками маленькие сувениры, воплотив при этом любые свои фантазии. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Новый год – праздник особенный во всех отношениях. В нем ярко выражена атмосфера ожидания чуда, традиция обмена подарками, вероисполнение самых заветных желаний. В эту ночь могут происходить веселые курьезы, смешные, а порой и забавные жизненные метаморфозы. Какие эмоции испытают или могли бы испытать ветебляне в зависимости от ситуации, спросил Дмитрий Станский. Самые необычные места, в которых вам приходилось встречать Новый год? В санатории. Этот год мы не едем. А так в санатории едем. Хорошо. Нет кого независимый, что хочу, то и ворочу. Был дома. Ни в каких местах больше не был. Но один раз, да, в поезде встретила Новый год. Из Москвы не могла уехать, поэтому пришлось встречать Новый год в поезде. Вот это, по-моему, самое единственное, что было. А так все время с семьей дома. Много где, даже на улице мы встречались с друзьями. Ну, конечно, всегда дома. 12 подбой курантов мы всегда дома с родителями. А после 12 мы где попало встречаем, можно сказать, уже все. Кушаем мандарины и отдыхаем хорошо. Все время в кругу друзей и родных, близких. А потом уже, на следующие уже дни, уже идем в других местах. А в Слободке встречал. В Раслове. Вот Новый год. Ну, там настоящая зима была. Вот. Интересно. Просыпали ли вы когда-либо Новый год? И если нет, то как бы повели себя в этой ситуации? Нет, мне не приходилось, потому что у меня день рождения, получается, новогоднюю ночь. Поэтому я всегда на страже. Да, в детстве много раз. Когда был маленький, постоянно просыпал. Никак не мог встретиться. Нет, просыпал. Ни разу еще не просыпали. Что раньше начинали праздновать, да, а просыпать нет. Нет. Ну, более в школьном возрасте приходилось, наверное, да, когда маленький. А тут уже стараемся. Даже вот Дарья в прошлом году проснулась. Ей было полтора где-то года так. Проснулась и встречали все равно Новый год. Стараемся. В Греции существует интересная новогодняя традиция дарить друг другу булыжники. Чем тяжелее камень, тем богаче будет хозяин в следующем году. Как бы вы повели себя, обнаружив под елкой подобный подарок? Не знаю, подумал бы, кто мог подложить. И вообще зачем? Я же не знаю этих греческих обычаев. Поэтому было бы странно. Ну, камень мы получили. А вот мы так, я не знаю. Отдача. Кто положил? Ну, кто не положил, ну, камень. Да. А нам надо хороший подарок. Мы заслужили. Нам по 80 лет, мы должны хорошие подарки уже иметь. А что, нам учили камни, так мы сами камни выбрасываем. Наверное, счел бы это какое-то предупреждением каким бы. Наверное, везде разные традиции, но я точно бы, наверное, счел бы это просто предупреждением. Ну, думаю, что очень странно. Потому что как-то булыжник под елкой, это я не знаю. Ну, может, если к богатству, там, да, это, конечно, может, и оставило бы на память. Ну, отреагировал бы с юмором. Я человек жизнерадостный, поэтому любой подарок – это подарок. Просмотре знаменитого Рязановского фильма «Ирония судьбы» под Новый год стал фактически традицией для многих белорусов и россиян. Как бы вы повели себя, оказавшись на месте главных героев? Мы очень хорошо, я думаю, подружились с этим соседом, к которому мы попали, и отмечили Новый год как все нормальные люди. Тут уже уже приукрашена такая квартира, такой номер, и она уже приняла. Я бы и не приняла в наше время. Ну, я, наверное, меня бы в милицию просто сдали. Ничего бы я не успел бы там сделать в такой ситуации, если в реальной жизни такое произошло. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. К празднику лучше подготовиться заблаговременно и обстоятельно. А главный секрет успешного счастливого торжества – в умении превращать любой минус в плюс. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Это был завершающий выпуск новостей 2017 года. А сей души от имени телерадиокомпании «Скиф» хочу поздравить вас с новым 2018 годом. Здоровья, счастья и всего самого хорошего в новом году. Всем самого доброго и до свидания.